Музыка 3 миллиона рублей. Именно в такую сумму городская администрация оценила ямочный ремонт. Количество ям растет, а суммы, выделяемая на их устранение, нет. В этом году коммунальщики приступили к ремонтным работам гораздо позже обычного. И вдобавок до конца дела так и не довели. О состоянии улицы Парковой местные жители уже слагают легенды. А водители стараются объезжать ее стороной. Автомобили жалко. Ведь улица, как стала напоминать по весне фронтовую дорогу после бомбежки, так такое и остается. А администрация этого словно и не замечает. Открыть глаза чиновникам решили молодые активисты. Эти проблемы мы сейчас постараемся озвучить и администрации города, и государственным инспекторам запаса дорожного движения. Дабы они предприняли какие-то меры или по крайней мере проинформировать людей о том, что планируется провести в преддвериях праздного юбилея города. Все-таки дороги – это проблема, которая касается всех. Ребята не поленились. Подняли ГОСТ, изучили его. А потом с рулеткой и фотоаппаратом вышли на улицы города. Решили замерить длину, ширину и глубину выбоин. Ямы должны быть не длиннее 15 сантиметров, не шире 60 и не глубже 5 сантиметров. Несоответствие хотя бы одному из показателей – нарушение, которое должно быть устранено в недельный срок. Быть может, выбоины в Нефтекамске все-таки допустимы. Как оказалось, нет. Я вам скажу самые печальные, самые глубокие. Это ширина одной ямы 2 метра 18 сантиметров. Есть длина ямы 50 сантиметров. Самая большая глубина – это 9 сантиметров. Также есть ширина 260 сантиметров. Ну, это просто катастрофа какая-то. При нас активисты успели зафиксировать ямы на проспекте Юбилейном и на улице Парковой. Самая глубокая – 13 сантиметров. Но не по ГОСТу оказались все. А теперь с фотографиями и замерами ребята отнесут заявление в ГИБДД и администрацию города. Чтобы чиновники убедились – ямочный ремонт не завершен. А то им, катаясь по новому качественному асфальту, и не видно проблем простых горожан. Наталья Бурова, Дмитрий Кузнецов. Информационная программа. Время новостей.